Дагестан получит почти 80 миллионов рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Инициатива входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие. Как развивается хлебопекарная отрасль в Махачкале и удается ли сдерживать цены на хлеб, узнавала Ларьяна Шамхалаева. Ароматный, свежий, мягкий хлеб, он всему голова. Кто же в ответе за то, чтобы он вовремя оказался к столу? Хлебозавод – место, где из тестовой массы, не имеющей вкуса и запаха, рождается такая ароматная выпечка. Только это предприятие может накормить до 40 тысяч человек заводскими буханками. Завод производит очень большой ассортимент, очень широкий ассортимент. 120 наименований, кондитерские сделки, булочные изделия и хлебобулочные изделия. Хлебное ли дело хлеб выпекать? Как мука попадает на заводы? И кто отвечает за то, чтобы цена на хлеб оставалась приемлемой? Сегодня буханка в среднем стоит от 20 до 25 рублей, в зависимости от места реализации. Но Минсельхозе заверяют, что с учетом объемов производства муки и ее завоза, проблем с поставками и ценами не предвидится. Производством хлеба и хлебобушных изделий в нашей республике, как правило, занимаются представители малого и среднего бизнеса. У нас достаточно хорошая конкуренция в этом плане. И если оценивать в целом по России, у нас самая низкая цена на хлеб. 80 миллионов рублей, которые получит Дагестан, разделят между собой мукомолы и хлебопеки. Учитывая, что появились риски повышения цен на зерно, а также на выпекаемый хлеб, правительством Российской Федерации приняты меры именно по компенсации частей затрат при производстве муки, а также при производстве хлеба и хлебобулочных изделий сроком годности не более пяти дней. Думаю, что данная мера поддержки позволит стабилизировать цену на хлеб, а также на муку. В планах же у работников дагестанских пекарен продолжать совершенствоваться, внедрять в работу новое оборудование и, по желанию потребителей, увеличить ассортимент продукции.